Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, в основном о детской литературе. И сегодня я хочу рассказать о потрясающей книге, популяризирующей историю для детей. Дело в том, что любая детская энциклопедия, история прошедших времен, история человечества и так далее, начиная с самых первых советских изданий и кончая современными роскошными томами, она прежде всего оценивается покупателем, читателем, большим и маленьким при выборе в библиотеке или в магазине по иллюстрациям. Вот ты ее открываешь и сразу становится понятно, много ли труда вложено в эту книгу, да, каков текст. Бывают исключения, бывают очень здорово сделанные просто с точки зрения дизайна, с точки зрения оформления потрясающей книги с довольно бесцветным текстом. И наоборот, книги потрясающе написаны, которым не повезло, не повезло, скажем так, с оформлением, да. Это излечимо, что называется, можно же переиздать, но не всегда такое случается. Вот, допустим, я очень люблю лекции, исторические портреты Натальи Ивановны Басовской. Басовскую, если вы слушали, вы знаете, о чем я говорю. Вот, но ее книгу я пока не показывал, потому что то издание, что мне попалось, оно совершенно ужасно было оформлено. Нет, подбор иллюстраций там вне всякой конкуренции, это страшно интересно. Но ничего не видно, потому что качество печати такое, что эти черно-белые картинки совершенно невозможно разобрать. Вот, но сегодня пойдет речь о безусловной удаче. Это иллюстрации Стива Нуна. Я не знал раньше, что есть такой художник Стив Нун, теперь запомню его на всю жизнь, потому что улица сквозь время, это, на мой взгляд, шедевр. Увлекательная проколка длиной в 12 тысяч лет. Заявляя такую вот роскошную совершенно панораму, да, историческую для не очень толстой книги, издательство Иванов, Манн и Фарбер, значит, они, по мой взгляд, совершенно правильно загвалили эту книгу и, в общем, ни в чем не погрешили против истины. Это действительно 12 тысяч лет, сжатых до одной единственной улицы. Очень интересно смотреть широкую панораму событий, личностей, эпох, да, но уж очень сильно отличаются изобразительно вот самой картинкой, самим восприятием того, что происходит на экране или на странице в иллюстрации какие-то эпохи. Особенно сложно объяснить ребенку, как это так получилось, что были когда-то римляне, а потом стали средние века, потом куда-то делись все рыцари, наступило время наемных армии с их мушкетами, с пороховым оружием, со всеми этими, потом опять все переменилось, потом все, а куда девалось то, что было раньше, а почему оно менялось? Ну, понятное дело, изобретали что-то новое и так далее, но почему-то меняется вместе с изобретением, которое, допустим, позволяет засевать и выращивать урожай на ранее неплодородных землях, появляется ирригация. Это должно, казалось бы, влиять только на продукты, на то, чем люди питаются, а это меняет весь общественный уклад жизни. Такие вещи очень сложно пересказывать простыми словами, а проиллюстрировать их еще сложнее. Что делает Стив Нон? Он берет обычную улицу маленького городка. Вот здесь специально нету форзаца, потому что каждая страница книги – это роскошный разворот, картинка и иллюстрация. Вот здесь у нас оглавление, маленькие картинки персонажей, вы все в предвкушении, когда открываете книгу. Первое, что вы видите, это описание того, что такое вообще улица, какое она место занимает в современной цивилизации человеческой, как она возникла, что такое история европейской улицы, что это такое, что это за часть города, и почему она именно выглядит так, как она выглядела раньше. А дальше необычная вещь. Дальше то, что вы видите, это лесистый берег на берегу реки, никакой улицы нет в помине. В качестве строения вы видите такие шатры, напоминающие вигвамы, но это не классические вигвамы. Присмотритесь. Детализация потрясающая. То есть, если вы хоть немножко иногда читали об индейцах, вы сразу убедитесь, что это не индейские жилища. Речь идет о древних людях, живших на месте будущего городка, о котором идет речь, именно строивших свои поселения, жгущих свои кострища, именно на месте вот этой улицы, о которой пойдет речь, вот прямо один в один, но на территории будущей Англии. Потому что все детали воспроизведены очень мелко, и обращаю ваше внимание, что эти треугольные вигвамы, это вовсе не вигвамы, и не похожи они на самом деле. Здесь быт, здесь мы наблюдаем охоту, рыболовство, семейные сцены. Здесь работает, скажем так, шаман. Вот здесь вот, да, работает шаман в культовом месте, оно тоже нарисовано. И все это объяснено, ну, практически. Многое из этого объяснено в коротких подписях с фрагментами картинки. Фрагменты картинки выполняют двойную функцию, да. Найди на большом изображении, да, значит, и объясни, что ты нашел, вот. И комментируют сложные понятия. Потому что здесь есть довольно много сложного. Ребенку надо объяснять, почему нет железных орудий он не видит, почему никто не пашет землю, да, где лошади, собственно говоря, да, их здесь еще не видно, и так далее. Это, напоминаю, история, которая разворачивается на протяжении 12 тысяч лет. И вот мы листаем дальше. Волшебным образом меняется поселение, появляется частокол по его периметру, характер строения, того, чем занимаются люди. Все вырисовано в мельчайших деталях, в отдельных каких-то сюжетиках, которые можно пересказать, рассмотреть. Это хочется часами разглядывать. Вот как постепенно превращается в деревню это поселение. Вот перед нами уже город, но это город, которого мы не знаем. Ни один из этих городов в том виде, в каком он здесь нарисован, до наших дней не дошел, потому что это римский город на территории будущей Англии. Вот как он выглядел. Здесь античные, все приметы античного быта. Здесь рабоводельческий строй. Здесь множество мелких деталей, которые объясняют, как все это существовало и работало. Это очень сильно отличается от быта тех племен, которые населяли это место до этого. А потом раз, и вместо амфитеатра мы видим руины амфитеатра. Вместо древнеримского города мы видим средневековый поселок, который соответствует эпохе варваров. Вторжение варваров называется этот разворот. И здесь уже совсем другой быт, и совсем другие персонажи, и все происходит по-другому. Вот уже эпоха викингов. Здесь у нас половину картинки занимает набег. И это, конечно, ужасное зрелище военное. Жестокость средневековой войны, она показана довольно натуралистично. Но картинки маленькие, и их можно, в принципе, спокойно показывать даже маленьким детям. Не вызывают они того отражения, которого вызывает натуралистичность в кино или в гиперреалистичных иллюстрациях, в больших энциклопедиях и так далее. Средневековая деревня со всеми тонкостями, с тончайшей проработкой того, что происходило на рынке, в церкви, что происходило во дворах. Дома-то даны в разрезе, мы можем посмотреть, заглянуть в каждую хижину, в каждое строение. Вот, пожалуйста, средневековый городок. Это уже напоминает ту улицу, которая будет в наши дни на этом время, на этом месте. И набережная меняется. Здесь вот это все на берегу реки происходит. И мост меняется. Эпидемия чумы. Это отдельный специальный разворот, который должен быть, конечно, в истории европейского, прежде всего, города. И здесь тоже показаны очень драматичные эпизоды. И рисунки настолько наглядны, что пересказывать практически ничего не приходится, что происходит, когда происходит вот эта история войны. Вот на примере вот этого разворота я хочу обратить ваше внимание на детали. Потому что, еще раз говорю, Манн, Иванов и Фарбер, они издают потрясающие книги. Здесь восхищение вызывает все. И как это придумано, и как это сделано. Вражеское нападение, 17 век. Вот здесь эпизод войны. Очередной из бесконечных войн королевских 17 века в Англии. Идет сражение, страдают мирные жители. Идет осада замка, используется во всю пороховое оружие. Здесь пожар, здесь сцена боя рукопашной и так далее. Но есть маленькая картинка. Вот она здесь затерялась, ее надо найти. Вверху объяснение. Это самая первая жертва рекламы в этом городе. Да, да, товарищи. Вот мы с вами жертва рекламы. Вот, пожалуйста, жертва рекламы. На солдата, бежавшего от врага, упала магазинная вывеска. Ты видишь, где он, спрашивает маленького читателя. Да, найди его. Действительно, рисован солдат, которого прибило несчастного убегавшего. Это самая рекламная вывеска. Тяжелая, средневековая. Может быть, пуля перебила цепь во время сражения и так далее. Вот такими эпизодиками полны каждый сантиметр этой улицы. А особенно-то самое-то главное, что завораживает, это те же самые строения. Если мы видим церковь, если мы видим святилище, вернее, да, на первом, напоминаю, племенном развороте, вот самом древнем, да, то на этом месте потом возникнет церковь. На ее месте будет выстроен римский храм, да. На месте римского храма будет выстроена готическая церковь, да. На месте готической церкви появится строение эпохи протестантизма. То есть здесь уже совершенно четко видна переемственность. Как волшебным образом менялись предметы строения и менялась сама жизнь людей. Вот что очень сложно пересказывать и практически невозможно проиллюстрировать. Вот то, о чем я начинал говорить. Почему все меняется? Вот на этот вопрос может ответить книга. Помочь ответить. Галантный век, отдельный разворот, суровые времена, это начало 19 века. Ну, это сугубо английская дикетсовская тема, да. Здесь надо, конечно, отдельные комментарии делать. Здесь уже у нас фабрика появляется, появляется работный дом, появляется население бедных кварталов, появляется, наоборот, население побогаче, да, такой же такой буржуа свой, да. Здесь растущий город, конец 19 века, уже почти наши дни, уже очень многое знакомое, узнаваемое, эпоха Шервака Холмса такого, соответственно. Вот. И современная улица. Особенно приятно было видеть этот разворот, потому что он показывает, чем закончилась длительная история превращений той же церкви, да, того же замка. Вот его руины показаны, в которых сделан музей, да, вот музей здесь в разрезе есть. Как это все выглядит в наше время? В конце книги идет довольно четко организованный, очень наглядный, да, короткий, не перегруженный фактами и реалиями, не растянувшийся на половину книги, справочный аппарат, где каждому веку, каждому развороту короткая справка, хронологическая и изобразительная, соответствует, да, вот. И указатель. Указатель, потому что указатель нужен книге все-таки огромное количество реалий. И примерно вот сотни-полторы из них вынесены в такой краткий указатель, где можно найти данную историческую деталь. Вот. Конечно, вот эта книга, да, вот, собственно, сама книга, да, это один из разворотов, происходящего на этой самой улице. Она представляет собой набор изображений исторических картинок, да, эпох. Но, во-первых, это фантастически детализировано, это очень с большой выдумкой сделано. А во-вторых, вот это именно этот прием как-то показывает один и тот же объект, одно и то же пространство, и как оно обживалось людьми в разные эпохи, и как менялись предметы на своем месте, да, вот от святилища до современной церкви, да, от Чистакова вокруг племенного поселения, да, до рыцарского замка и его руин, соответственно, уже превращенных в музей в наши дни. Это все показывает преемственность. Земля-то у нас одна, планета-то никуда не девается, и ландшафт, на котором живет человек, он меняется, да, измененный человеком же, но он остается там же, на своем месте. Та же река течет вдоль набережной, той же самой улицы. Это очень важно. Это позволяет в очень раннем возрасте, эта книга, предназначенная для младшего школьного возраста, на мой взгляд, позволяет показать, что такое историческая перспектива, что такое вот это вот историческое течение истории, меняющее нас плавно и незаметно. Вот такая замечательная, образовательная, научно-популярная, я бы сказал, книга «Улица сквозь века», увлекательная прогулка длиной в 12 тысяч лет, да, иллюстрации Стива Нона, издательство «Бман, Иванов и Фармер». Читайте, занимайтесь с детьми, и надо сказать, что в этой, в этой серии есть еще другие книги, которые тоже нарисовал Стив Нон по такому же принципу. Спасибо за внимание.